МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот у нас имеется вот такая сплайновая заготовочка текста. Давайте сразу же перейдем к плагинам и выберем MagicLaserCut и MagicLaserShot. Вот, хорошо. Давайте отодвинем наш лазер наперед немного. Создадим куб. Сразу же возьмемся за наш текст и уменьшим его в размерах. К тому же отцентрируем и выставим таким образом, чтобы он касался передней стенки нашего куба. Приблизительно вот так. Давайте забросим сплайн и объектку под наш плагин MagicLaserCut. Здесь нужно изменить расположение сплайна. Забросим его вверх куба. И вот что мы видим. Видим вот такую гравировку на поверхности нашего куба. Здесь нужно уменьшить радиус и, конечно же, глубину этой гравировки. Вот что получается в результате. Давайте создадим сразу же сферу. Уменьшим ее в диаметре. Вот таким образом. Давайте уменьшим радиус к единичке. Вот. Переходим в объект MagicLaserCut. И сюда в таргет забрасываем нашу сферу. И вот смотрите. Этим ползунком мы можем анимировать появление нашего текста. Давайте выкрутим ползунок на ноль. Зажатым Ctrl-ом поставим ключик в начале нашей линейки Timeline. Перейдем на 80-й кадр и также заанимируем этот ползунок, но уже на 100%. Просмотрим анимацию. И вот что у нас получается. Довольно-таки все делается простенько. Хорошо. Переходим к объекту MagicLaserCut и забрасываем сюда в таргет снова же нашу сферу. Как видите, теперь лазер начинает выписывать наш текст по поверхности куба. Если мы зарендерим, то в юпорте увидим темный экран. Давайте создадим материал и забросим его на наш куб. В принципе, это ничего не изменит. Экран все же также будет черным. Для того, чтобы изменить, мы идем в браузер библиотек и добавляем какой-то пресет освещения. Я в данном случае использую The Illuminati. Снова давайте кликаем на рендер и смотрим. Теперь все у в юпорте нам видно. Вот здесь у нас есть вкладка Collision List. Сюда мы забросим наш куб. Вот таким образом. И снова нажимаем Render. Как видите, наш лазер начинает взаимодействовать и с поверхностью куба. Опустимся немного ниже. И здесь есть ползунок, с помощью которого мы можем увеличить зону этого взаимодействия. Давайте поставим здесь 50%. Да, вот хорошо. Также внизу есть градиент, который позволяет изменять цвет лазера. Давайте здесь выберем более такой красный цвет. Давайте создадим материал. И начнем его редактировать. Вот сюда в канал цвета я подгружу градиент. Конечно же градиент нужно настроить. Здесь мы выберем красный цвет. И во второй точке оранжевый. Здесь параметром турбулентность мы сделаем более такие рваные края. И посмотрим, что у нас получается. Вы сразу же не пугайтесь, так как материал не назначен для куба. Мы его впоследствии применим на наш текст. Давайте здесь изменим сам градиент на 2D-V. И подкрутим еще турбулентности. Забросим этот материал на наш текст. Рендер. Смотрим. Пока еще не совсем то. Давайте перейдем в канал свечения. И здесь с цвета скопируем наш градиент. И добавим в канал свечения. Вот таким образом. Потом я рекомендую подгружать еще канал накала. Здесь уменьшим интенсивность внутри и снаружи. А также уменьшим радиус. Рендер. Вот что мы имеем. Интенсивность накала у нас слишком уж велика. Давайте уменьшим радиус. Все равно много. Давайте еще уменьшим радиус к единичке. И интенсивность внутри и снаружи. Также уменьшим. Вот таким образом. Теперь нажимаем на рендер. Вот таким образом. Вы можете создавать какие-то уже свои сцены. Применять сюда свои материалы. Ну и вообще делать все по своим задумкам. А сейчас у меня все. Подписывайтесь на канал. Не забывайте переходить в плейлисты. Там уже собрано множество интересного материала. Который позволит вам увеличить ваш скилл. Cinema 4D или Adobe After Effects. Субтитры сделал DimaTorzok